Всем привет, друзья! С вами снова я, Вячеслав Смылов, или Живия. Сегодня вы посмотрите на такой видеоролик, которого не было еще в мире. Мы взяли... Бе-е-е! Мы взяли на магнитную рыбалку нашего робота. Представляете? У нас с ним будет челлендж. У кого больше или у кого будут более жуткие находки на поисковый магнит, ребят? И суть в чем? Мы по очереди будем бросать поисковый магнит. Ты что? Что на тебе магнит-то не держится? О, вот так вот ништяк. Мой корпус создан из драгоценных металлов. Если бы ты был из драгоценных металлов, он бы вообще не примагнитился, а он как бы держится. Так что что-то в тебе железного есть. Но суть не в этом. Будем по очереди... По очереди бросать будем вот этот поисковый магнит. У кого будут находок больше и интереснее, тот и победил. Поскольку я человек, я буду бросать первым. Что за тупые правила? Кто это сказал, а? Потому что роботов изобрели люди. Сначала люди, потом роботы. Понял? Тупость какая-то. Вот смотри, надо бросить магнит. И вот так, каким вот образом его тянуть. О, и я что-то цепанул. О, тадамс! Первая находка за мной. Вау! Что это такое, пока не очень понятно. Может какая-то деталь автомобиля? Или еще что-то? Не знаю. Длинная штука, зеленая. А значит что? Значит военная. Все прилинивает у нас уже. Странная штуковина. Но в любом случае, первая находка за мной. Иначе здесь их много. Ну что, попробуй. Давай. Я выиграю этот челлендж. Теперь тяни. Хорошо. Так. Сейчас. Странный какой-то у нас робот. Вот, руками, да. Берешь, тянешь, вытягиваешь. И должна быть какая-нибудь находка. Но если честно, я думаю, у железяки нет шансов. Он уже подрожевел. А тут от воды-то он совсем окочурится. Я думаю, если у него сейчас получается в руки будут попадать вода, то он это. Так он же не чувствует этого холода. Да, но работает. Он что-то поймал. Ого. Какой-то мусор. На, смотри. Что это? В пакете, короче. О, нифига. Смотри. Гиря. А, у него даже несколько находок. Смотри, какие-то детали на магните. Ну, это банка. Это однозначно банка. А это гирька. Вот, на, можешь качаться теперь. Да я. Ты идиот. У роботов нет мышц. Сам ты идиот. Ничего страшного. Мышц нету, а качаться надо. Вот если бы качался, были бы мышцы. Магнитная рыбалка это искусство, подвластное только человеку. Поэтому я уже сразу же... Да замолчи ты. Хватит болтать. Пора кидать. Магнит. Так-то моя очередь. Фига ли твоя? Ты что, борзел что ли, а? Я кинул. Вот и моя очередь. Ну ладно, сейчас ничего не достанет эта железяка. И мы легко, собственно, сможем продолжить. И я еще достану одну, третью, десятую находку и так далее. Хотя нет, посмотри на канат. Там будто бы что-то тянется уже. Языки там были. Да-да-да. Что, так везет этой железяке? Два раза подряд? Даже мне не всегда так везет. А вдруг у него там всякие, знаешь... Смотри, 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 смотри. О-о-о-о! Находка у берега. Ну да, а находки у берега всегда отваливаются. И тут уже видно. Так, посмотрим, что это у нас такое. Ну это какая-то деталь автомобиля, глушитель или что-то в этом духе. Думаешь, наш робот нас обманывает? Читерит, да? Датчики, металлоискатель у тебя стоит, по-любому, всякое такое, да? Ну что, уже струсил? Давай бросай, трусишка. Ладно, ладно, сейчас буду бросать. Давай быстро. А что ты так торопишься? Тебе что, холодно? Ты же робот, куда торопиться? У нас есть все время в этом мире. Ты что стоишь, эй? Этот робот встал на канат. Может быть специально, а может быть случайно. Хватит болтать, слышишь? То, что у тебя сейчас больше находок, это вообще ни о чем не говорит. А вот то, что я сейчас вытаскиваю что-то, вот. Вот это другое дело. Тоже счет равный. Такс. Кнопка. Ого. Какая-то кнопка. А что ходит, если нажать? Нажимай. Ого. Не нажимается. Странная кнопка. Да здесь рычаг есть, глупый робот. Это нажимается вот так вот. Давай, железяка, бросай. Слушай, надо допросать дальше. Ты не понимаешь, надо бросать дальше. Все находки. Да, так не стоит тупица. Согласно третьему закону Ньютона, у тела с малой массой высокая подверженность кинетической волновой энергии. Что ты сказал? Я ни слова не понял. Что он, самый умный у нас здесь, что ли, или что? Вот, смотри, идиот. Офигеть. Все находки прибивают к берегу. В натуре? Нет смысла бросать магнит далеко. Это как? Я думал, только мне так везет. Каждый бросок и каждую... Лопата красная. Какая-то противопожарная или что-то в этом духе. Слушай, а что ты будешь делать, если своего сородича достанешь? Что? У нас когда был видеоролик про магнитную рыбалку, где мы достали робота. Вот в этом видеоролике в подсказке посмотрите, друзья. Так что это? А что это была за модель робота? Откуда я знаю, какая это была модель? Ты не понимаешь. Вдруг этот робот, это мой друг. Да не знаю я, друг это не друг твой. Я просто шучу, иди к черту. Больной робот. Ролик посмотри и сам сам скажи. Да, тебе виднее. Сейчас мой бросок. Пока мы идем вровень. Ну точнее, сейчас у робота побольше находок, но это еще ни о чем не знаю. Блин, доктор робот реально прав. Все находки должно, по идее, прибивать течением к берегу. Так что, может быть, нет смысла так далеко бросать. Не знаю. Напишите вы в комментариях, ребята, как правильно бросать подальше или бросать поближе, как это делает робот. Ты все делаешь неправильно. Я все-таки буду бросать подальше. Дай покажу, идиот. Ты что делаешь? Это моя находка, э. Я ее цепану, я ее тяну. Не, нифига, это я цепанул. Это не ты нашел. Что это вообще такое? Какая-то довольно-таки новая штуковина. Ну, в смысле, не ржавая, не гнилая. Это опять деталь твоего друга какого-то? Что ты говоришь? Отдай сюда. Если это деталь робота, это может быть какое-нибудь оружие. Это не оружие. Это какой-то элемент очень необыкновенный. Вау. Бля, ты меня уже достал. Робот сегодня какой-то агрессивный. Идет себя как-то не по-дружески. У меня тоже есть экспертное мнение. У тебя экспертное мнение. Ну, давай, да. На магнитной рыбалке. Ну, типа, надо бросать и далеко, и близко тоже. Если близко бросаешь, там легкие находки. Которых смогло принести течение. А тяжелые находки, они как раз подальше могут быть. Ну, так что по стратегии этого робота нифига не выгорит. Я что-то вытягиваю. Смотрите. Ну-ка посмотрим, что это. Видишь, у него легкие. Да, да, да. Слушай, ну это какая-то интересная находка. Очень необычная. Давай-ка на него посмотрим поближе и поподробнее. Она вся какая-то... О, смотри, офигеть. Здесь какая-то гравюра. Времен, по-моему, Юлия Цезаря, если я не ошибаюсь. Вон на колеснице. Да, на колеснице тут двое человек. В упряжке на колеснице тут получается. Сколько лошадей? Две лошади вроде бы как и два человека на упряжке. Пусть робот проведет анализ и скажет, сколько летом, такого века там и откуда она вообще. Робот, активировать анализ. Провожу анализ. Анализ закончен. Так, и какие выводы? Вывод. Вия идиот. В смысле, Вия идиот? Для этого анализы проводить не надо. Я тебе сейчас как умотаю этой железякой. Ты придурочный. Ну что, откуда у робота такие... Да иди ты в задницу, понял? Тупой робот. Шутки, шутки он шутит свои. Ну серьезно, откуда я должен знать, как анализировать находки? Ты просто козел. Не, торопись. Робота уже... Робота уже ведет, а времени... Да и что, он просто больше бросков сделал. Я каждый бросок что-нибудь достаю. Мощное. Вот, скобка считается находкой. Нет. Черт, черт. Безошкла. Ладно, ладно. Не болтай тут мне. Просто... Просто он новичок. А новичкам что? Новичкам везет. Какой? Как робот может обыграть человека в магнитную рыбалку? Скажи, робот еще и в шахматы человека может обыграть, да? Вообще-то да. В смысле? В прямом. Профессиональные компьютеры там, они обыгрывают гроссмейстеров. Гроссмейстеры? А в Counter-Strike может как у робота обыграть? Вот это я не знаю уже. Наверное, да. Ведь по сути дела роботы это боты, то есть читеры. А к чему, может, челлендж поведет? В Counter-Strike с ним зарубимся? В какую игру поиграть, напишите. Давайте, выбираем. Играем с роботом в Counter-Strike, в Бравл Старс. Стендов 2 там, да? Да, или... Майнкрафт. Ну, Майнкрафт-то классика, да. В какой режим... В какую игру с роботом поиграть? И я что-то тащу тяжелое, между прочим. Во! Вот это мужская находка. Человеческая. Такое по силу. С мидиями. С мидиями достать только человеку. Это вентиль от какой-то штуки старой, стрёмной. Вот. Вот, смотри, железяка. Вот это мужская находка. А ты там коней достал. Это финя. Самый главный понь, это ты. Всё равно я выигрываю. Пока мы в поровень идём, ты меня не обыгрывай. Может ли робот снять картя, и мы это обсуждали? Ты... Железки, они запрограммированы. Понимаешь, у них нет души. Я поэтому их не люблю, потому что они неживые. Ты не прав, Вер. Что? Искусственный интеллект ведёт себя, как живое существо. Его можно приравнять к живому. Что, серьёзно? Ого. Опять он что-то достал. Не глядя в воду даже. Просто... Ну-ка, не трожь. Это моя находка. Я осмотрел все ролики Вия. И теперь могу рассказать о находке в точности, как это делает он. Что? Как я? Да у тебя в жизни не получится. Легко получится. Рассказывай, давай. Что это за штука? Поехали. Судя по форме и цвету, это иллюминатор от самолёта. Иллюминатор от самолёта? Какого ещё самолёта? Судя по всему, с этого берега танк стрелял в бронированную подводную лодку. Что? Танк выстрелил в снаряд. В смысле танк? Танк стрелял. Какой к чёрту танк? Танк выстрелил в подлодку, но снаряд от неё отскочил и попал в самолёт. Отскочил от подводной лодки и попал в самолёт? Снаряд? Что? Да, это правда. Я так никогда не говорю. Очень походит. Ты всегда какие-то баки такие придумываешь. А когда сам уже себе не веришь, говоришь, что это дед твой так сказал. У меня реально много дедов и прадедов. У меня... Держи на флаку, лузер. Я не верю в его историю. Фигня. Так подписчик написал. Сейчас я брошу и вот туда посмотрю. Нет. А. Время-то к концу подходит. Если ты сейчас ничего не поймаешь, то робот уже победил, получается. Меня робот в магнитной рыбалке в рубрику, которую я придумал и создал робот. Да сейчас. Да никогда. Вау. Я. Я победитель. Я основатель. Я проотец магнитной рыбалки. Когда? Да когда? Все, кто попытались снять магнитную рыбалку, все погибли. Понимаешь? Либо в физическом смысле, либо в моральном. Никто не может снимать столько магнитных рыбалок, сколько снимаю я. Видео столько никто не снимает. У меня больше всех магнитных рыбалок в мире. В мире, понимаешь? О, находка. Находка. А. Оторвалась, как обычно у берега. О. 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 Осторожно, работает кран. Чего? Смотри, робот, смотри, жестянка. Время вышло. А у нас поровну находок. Ну и что? Знаешь, что в таком случае происходит? Что? В таком случае подписчики голосуют, кто победил в магнитной рыбалке. Напишите в комментариях, победил робот или победил я. Посмотрим на находки и давайте постараемся понять, что была ситуация. Да, вообще, что тут произошло? Что тут произошло? А вы, ребята, напишите, у кого находки более жуткие, интересные, прикольные? То есть я считаю, что, конечно же, мои. Они крутые, необычные. Жуткие. Роботы тоже прикольные. Ну вот это викторианская или получается древнегреческая фанера или что это? Дверка какая-то. Да. А почему ты думаешь, что человек-то лучше робота на магнитной рыбалке? Роботов для того и создавали, чтобы они превзошли по каким-то качествам человека. Да. Оператор, как всегда, прав. А робот может любить? А я своих подписчиков люблю. Понятно? Всех до одного. Всех подписчиков, всех, кто смотрит, но не подписан. Всех. Хейтеров. Всех хейтеров люблю, всех. А ты что на это скажешь? Да ты их любишь только из-за монетизации. В смысле из-за монетизации люблю? Что ты базаришь такой? Ты тупой, что ли, такие вещи говорить? Ой. Заткнись нахер вообще. Я люблю искренне. Какой монетизации? Что, тупой, что ли? Все знают, что просмотры приносят. Заткнись! Приносят очень много. Заткнись, говорю. Вот после таких слов вы будете за него голосовать? Я-то вам искренне не говорю. Я его не вру. Ладно, я могу помочь с этой ситуацией. Что ты можешь? Я могу проанализировать все находки и сказать, что здесь было. Я уже видел, как ты там анализируешь. Ты сказал, что я дебил. Нет у тебя никаких аналитических способностей. Дай мне осмотреть все находки. Я хочу попробовать. Ну, если можешь, давай анализируй. Говори, что здесь было. Потому что у меня пока ничего не получается. Поехали. Все находки как-то могут быть связаны с нефтедобывающей отраслью. В том числе и краном. Ага. Возможно, на воде стояла нефтяная буровая установка, на которой был кран и он упал. Что? Кран упал? Да, именно так. Это все детали крана? Они хотели добывать нефть. Хотели нефть добывать? Да. Они бурились очень глубоко и добурились до этой самой железной штуки, которая очень древняя. Ого. Возможно, они не ожидали, что кран упадет и произойдет ЧП. Интересная история. Типа, ты хочешь сказать, что они поставили вот эту вот горно-нефтедобывающую штуку здесь. На ней был кран. И пока они сверлили, они досверлились до вот этих древних находок. И из-за этого кран упал и вся нефтяная вышка сломалась. Да, это возможно. Да, любопытная теория. Я бы до такого не додумался. Это означает, что я победитель? Нет, это не факт, что ты победил. Победил тот, кто напишут подписчики. Так что пишите комментарии, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать те видеоролики, которые уходят каждый день специально для вас. А с вами был я, Вячеслав Смылов. Или Живия, а также Робот. Увидимся с вами совсем скоро. Пока-пока-пока. Эти видеоролики, кстати, очень крутые. Советую тебе их посмотреть. Субтитры сделал DimaTorzok